Никто не забыт, ничто не забыто. Строчка из стихотворения Ольги Бергольц стала названием для многих мемориальных проектов, связанных с памятью о подвиге советского солдата. По праву, таким проектом можно назвать книгу памяти Каратайки. На протяжении трех лет жители поселка собирали информацию о своих земляках, тех, кто ушел на фронт из Большоземельской тундры и не вернулся обратно. Их имена, затерянные в гуще истории, как по Крупинке, собирали из разных источников и семейных архивов. Наша съемочная группа побывала в Каратайке и заглянула в книгу памяти поселка. Наталья Панкротовская, председатель местного совета ветеранов, бережно хранит историю Юшарского сельсовета. Именно ей три года назад пришла идея создать книгу памяти. Несколько долгих лет совместно с жителями поселка по Крупинке собирали разрозненные факты, редкие фотографии и сведения о наградах своих земляков, тех, кто ушел на фронт из Большоземельской тундры и не вернулся обратно. У многих, чьи имена вошли в книгу, сегодня нет даже родственников, но память о них и их подвиге будет жить. Собрали фотографии, конечно, было тяжело. У нас некоторых фотографий вообще не было, и людей этих уже давно нет, и родственников нет. Ну, списывались, созванивались. Большая работа была проведена по книге памяти Ниньского округа. Сегодня в книге памяти Юшарского сельсовета 35 имен. Четыре из них, уроженцы Каратайки, погибли на пароходе «Комсомолец» в августе 42-го. Одним из последних в нее попал Илья Прокопьевич Тайборей. О том, что родился в Большоземельской тундре, в 23 года ушел на фронт, погиб в 44-м и посмертно награжден медалью «За отвагу», узнали только недавно. Помог в этом жителям Каратайки Леонтий Чупров из поселка Красное. Вот он нам одного нашего односельчанина нашел. Главное, его нет ни в книге памяти, и у нас его в списках не было, а он вот нашел. И мы нашли его по сайтам, по интернету, и представляете, вот родственники объявились, и они, оказывается, и знали, что он есть, у них награда его есть. Найти имена своих затерявшихся земляков, канавших на фронтах войны, было непросто. Так, сегодня белым пятном остаются сведения о судьбе Ивана Погожева и Спиридона Дьячкова. Ни один запрос, посланный в Центральный архив Минобороны в Подольске, не принес результата. Как будто и не воевали они вовсе, с горечью говорит Наталья Дмитриевна. Работы по поиску сведений о них будут продолжены. Кстати, вместе с книгой памяти Наталья Панкротовская собирает сведения и о тех, кто вернулся с войны и продолжал жить в мирное время. Сегодня в такой книге 27 имен ветеранов-участников Великой Отечественной войны. 17 из них захоронены в Каратайке, два на Варнаке и один в Наринмаре. К сожалению, живых участников той войны в Вершарском сердцовете уже не осталось. Когда работы по поиску последних имен будут закончены, книгу постараются издать, чтобы память передавалась из поколения в поколение. А пока единственный, почти рукописный экземпляр книги памяти хранится дома у Натальи Панкротовской.